здравствуй зрители если ты любишь обзоры еды и не совсем то welcome to hell если нет и может быть ты мазохисту тоже welcome to hell я ходила специально ездила вообще в солнечную в один магазин как моя родня сказала что открылся у нас магазин сыра от углического завода молочного ну там не только углический завод молочный и он так с торца я еще как-то пару раз в центр ехала так даже своим незрячим зрением подумала наверно вот эта арочка есть тот самый сыр хотя тетя мне объясняла что он немножко ну не я по ее объяснение можно было его искать совсем чуть чуть подальше допустим если стоять лицом к этому магазину то левее на самом деле он правее вот так вот как то вот так вот ну там такой дом что он вот так вот треугольничком и короче я сначала зашла туда потом зашла магнит но я сначала обозрю из магнита 100 и сейчас я или земной точек ну я земнула как бы у меня фруктовая неделя месяц или как-то так подошла концу потому что у меня лежит хурмина которая вот в морозилке была на балконе а точнее там тоже как морозилка такой дубак был она уже такая черненькая на последняя хурмина и ждет когда же я ее съем у меня там кивина лежит ну короче что-то как-то вроде фрукты есть надо бы их доесть меня даже авокадина не влезла в меня и вообще я думала что она супер зрела она оказалась почему-то крепкая ну в общем как-то она у меня лежит помирает так это как бы моя бабуся сказала мучается ждет когда его съем но я купила немножко все винограда человек у меня чё-то вообще где-то там на столе я даже не помню почему не 160 что ли все вместе вышло и купил если три банана я вообще хотела бананов думаю если увижу куплю бананов а еще мне основное то надо было не была уверена есть нашем магазине или нет места магните и вместо того чтобы заглянуть туда я чё-то сразу ломанулась солнечный но мне продали огромный пакетик ну пригодится чем хотя бы тот же мусор и вот я чё зачем я ездила я вот уже года полтора с лишним им пользуюсь до этого я пользовалась включительно бумажками рвала бумажки коту он в них ходил а потом мне надо было поехать в псков великий новгород и моя тетя которая должна была смотреть за котом еще на той квартире сказал что я не буду смотреть менять ему бумажки я буду использовать наполнитель который пользуют ее соседи когда уезжают и она смотрит за котом но смысле вообще и он мне так понравился его можно смывать в унитазик это спрессованные опилки там так написано можно смывать в унитазик но на пакетике они оставляют никакого запаха и не так нравятся котику и вообще вот горсточку и в общем экономичный такой пакетик но мне не то месяца на два на два с лишним хватает у меня просто осталось уже там раза на полтора я решила что надо будет купить древесный наполнитель для кошачьего туалета том и он естественно что тут эти опилки всякие сосновые древесные на сосновые хуйные они каждый раз ну как раз от раза разные сначала не могут были у меня как-то супер светлые как-то были потемнее общем какие опилки достались а где там их пилили такие спрессовались а ну и то что я накупила в магазине сыра к нам за сыром я еще думала с телефон достать и зафоткать или что-то как так потом холодно как-то да ну нафиг потом вообще я сегодня как-то слегка вяленькая мне две ночи кот спать не давал я с утреца сгоняла за молоком но молоко вместо в общем они пару раз и так поняла приезжали рано а потом стабильно опять в 10 и в общем где-то минут 40 я на борозике мерзла в ожидании этого молока пришла домой засунула молоко в холодильник а сама думаю сейчас минутах 15 полежу и на почти четыре часа вырубила меня ну и соответственно если вы днем поспали больше чем нужно а перед этим двое суток почти не спали короче состояние такое между мигрень и ничего не охота делать ну и я вот это в итоге какая-то вот мне даже телефон было лень доставить короче я купила я же не могу купить что-то одно мне роняна хваливала что там типа сыр всякий есть и хлеб вкусный я думаю ну съезжу чисто куплю хлеба хотя хлеб я тут вчера воялась правда никуда не скидывала кроме купе да вообще на гречевой муке решила сваять блины но что-то у меня пошло не так а удачи рецепт изначально мне было как-то не судьба в итоге я думаю что получится и получился хлебушек короче хлебушек черненький свеженький задубел магазин очень хорош небольшой такой там карты принимают там и есть продукция углического сыр завода как такового но может быть кто-то такой же слабук как я и не знает что там три недели где-то так уже как открылся и я так понимаю еще на гражданской где-то такой же филиал этого магазинчика открылся или подобный магазинчик в общем там есть непосредственно сыр вот этот вот углического сыр завода а еще продукция молочная и мясная тоже с с угличеполе, которое вот Головинское у нас. В общем, два молочных завода углических. Я рада, что он реанимировался, этот сыр углический. А то, когда сам цивили, он как-то стал такой, как резина. Я его даже не покупала. Тут у подруги была в гостях, смотрю, реклама такая, наши углические сыры, что-то бла-бла-бла, самое вкусное. Я говорю, так они уже давно есть нельзя, она нет, уже типа снова стало можно есть, но я как-то вот купила. В общем, черный хлебушек моя родня считает, что мне надо есть. Вот черный хлебушек. Правда, он при лавке казался таким, ближе к серому хлебушку, серо-черный хлебушек. И как я поняла от покупателей, которые там вот были передо мной, после меня, в общем, там на развес есть творог и сметана, и сметану можно, вот пришел ты со своей баночкой, тебе в эту баночку налили этой сметанки. Практически цитата продавца и покупателя. В общем, хлебушек. Что-то у меня на 500 с чем-то все это вышло. Ну, Леля, не может купить мало. Я помню свой поход, моя тетя нарекламила этот мармелад мармеладный, типа из Твери. Я им, конечно, нифига не прониклась, но уже потом. Но купила себе что-то дохрена этого. Вода тоже где-то на эту же сумму. Тут у нас паста сливочная, ванильная. Мне сказали, что это как бы такая, типа, сливки, мягкие. Их, видимо, можно мазать на булочку, или что-то такое. Сливки из коровьего молока. Масло сливочное, молоко сухое, безжиренное, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, гауровая, камедь, стабилизатор, кориган, ксановая, камедь, ванилин. Знаете, если бы я этот состав увидела поближе, ну, на витрине как бы он видно было, но вот этот мелкий я не видела. Я бы подумала прежде, чем покупать. Ну, да ладно. 21 декабря, ну, свое, сваяное. Попробуем. Хотя бы масла этого пальмы нету. Так. Углические, сыродельно-молочный завод. Углич. Ну, да, вот все тот же этот, как бы, примерный адрес. Так. Сколько живет-то оно у нас? 30 суток живет. В общем, до 21 января мне это надо захомячить. Сейчас я при вас открывать не буду, хотя можно попробовать открыть. Вдруг оно... Как оно вообще? Зачем я вообще иду нюхую? Ну, вот оно вот какое-то такое. Так-то вот открыла, не очень понятно, вот когда мазать буду. Что понятно будет. Потом... Этот у нас уже пораньше сделан, ну, в смысле, попозже. Ну, в смысле, тот в декабре, этот в январе сыр плавленный, деликатесный, 40 процентов. Там еще был плавленный 60 процентов. Еще какой-то сладенький, еще с какой-то требухой. 180 грамм. Вот эти, по-моему, вот эти вот были там всякие разновидности по 55. Вот это или 60, или как-то так. Мне вроде еще какая-то баночка должна быть. Это у нас сделано 7 января. Прямо недавно совсем практически. И тоже этот же самый завод наш. Ну, и состав сыры полутвердые, сыры нежирные, творог, сливки, сметана, молоко сухое, обезжиренное, масло сливочное, вода питьевая, эмульгирующая, соль фосфатная, добавка фонакон. Стабилизатор. Опять эта самая камедь, коллеган, ксановая камедь. И все. Ну, ладно, не в конце, может, это не так страшно, сколько оно живет у нас? 45 суток оно у нас живет. Ну, вот плавленый сыр. Вообще нормальный такой плавленый сыр. Я, в принципе, что-то вот такое хотела. Я просто подумала, что, наверное, деликатесный он более мягкий, чем 60%. Так, а, это не сыр. Это сало. Я просто как-то была в гостях у родственников. Ну, одна, как, точнее, в один из приход в гости они что-то там расхваливали, какое-то сало такое, типа, протертое. И что такое же, на развес продают иногда у нас в каком-то из магазинов местных. Ну, тут у нас закусочный шпик угличеполе. А может быть, в том угличеполе магазине, в центре продают хз. Да, в общем, угличеполе органический продукт, закусочный шпик с чёрным перцем. Я так поняла, что он должен быть протёртый, этот сало, которое через мясорубку зафигачили. Чё у нас тут вообще в реале? Шпик закусочный солёный с чёрным перцем, продукт из шпика солёный, категория D, охлаждённый. Состав шпик с виной, чеснок, соль, чёрный перец, молотый. Всё. Значит, он реально протёртый, скорее всего. И он у нас до 3 февраля живёт и 4 января сделан. 150 грамм. Вот я как раз сегодня с чёрным хлебушком заваряю. Хочу, у меня там кабачки разморозились тёртые, сделать еду себе. Поджаренную или типа-то. Вот у нас тут колбаса, полукопчёная баранья. Сделана 7 января и до 28 января она живёт. 239 грамм. Я не помню, почём она в килограммах была. Тут баранина 90% и говядина 10%. У нас... Так, и чё у нас вообще тут? Состав баранина, говядина, посолочная смесь, поваренная соль, фиксатор окраски, нитрит, натрия. Нахрена вообще не фиксатор окраски кладут? Какая разница? Ну чё там это? Вот серо-буро-малиновое. Люди, если вы в курсе, как-то скажите в комментах. Сахар, песок, пряности и чеснок. Ну ладно, я согласна с этим фиксатором окраски. Хрен с ним, пусть будет. В составе посолочной смеси. Ну состав, в принципе, нормальный, мне кажется. Агриволга производитель. Это вот как раз то Головинское. То, которое типа угличе поле. Ну и чё у нас тут? А всё то же самое. В общем, в традициях петровских времён производится на углической земле с 17 века, аж по старинному рецепту. Баранья полукопчёная, колбасы углицкие. Углицкие, блин. В общем, просто хочу попробовать. Однажды мы с подругой купили у них какую-то там по якобы распродаже, по какой-то акции колбаску. Оказалась акция из-за того, что она просрочена, эта колбаска, на пару месяцев. Мы офигели. Пришли с подругой сдавать эту колбаску. Это в центре, который магазин. И нас долго-долго динамили. А моя подружка такая, ну, специфическая в этом плане. Она сказала на весь магазин, Лёля, мы куда-нибудь торопимся. Я говорю, нет. Она говорит, ну, значит, подождём. И нам вышли, потом вернули деньги. Ну, как бы это, ещё повопили. Типа, вы что, не видели, что она по акции? Ну, говорю, как-то по акции продают. Но срок-то годности не перепечатают и не перебивают, и нигде не было написано в этой акции, что мы продаём колбасу, которая уже сдохла, да? Короче, в общем, я тут решила попробовать. Надеюсь, что оно всё-таки свежее. Оно действительно свежее. Ну, и купила углического сыра кусочек. Там всякие такие, Даниловский, ещё какой-то, Пашихонский, ну, то, что делается в Угличе при этом. И углический тупо сыр, ещё какой-то российский. Ещё какой-то был. И я говорю, ну, говорю, на развес кусочек какой-нибудь. Там от 420, по-моему, рублей за килограмм до 600 или что-то в этом роде. Этот я не помню, по чём был. Ну, и я спросила продавщицу какой-нибудь. Кстати, тут вот эта шкурка, как бы она чуть-чуть есть по бокам, но она не такая, как вот в магазинах бывает, даже вот на развес какой-то другой сыр или в упаковочках. Короче, хорошая шкурка. Ну, нету вот этой твёрдой шкурки. Видно, что свежий. Она сказала, что типа Углический, он посоленее или как-то так. Я уж забыла, какой Углический. Конкретно вот Углический, сделанный по вкусу, поэтому решила вот взять наш, как бы. Наш конкретно наш, который имени нашего, имени нашего города. В общем, вот такой кусочек сыра. Он с дырочками. Вот он по виду, он мне нравится. Надеюсь, что и по вкусу понравится. В общем, если вы вдруг местные, не знали про такой магазин, заходите. Он до семи работает. Не знаю, со скольки, ну, не заметила. Но глянула до семи, ещё подумала, блин, вот еду, надеюсь, ещё семи-то нету, успею. Ну, я надеюсь, он будет процветать и не закроется быстро, как бывают подобные магазинчики. Ну, короче, если вы мимо Углича едете, Угличем едете, в Солнечном такой магазин точно есть, до семи работает. А на Гражданской регион, я не была, не знаю. Ну, где-то тоже ещё есть. Ну, может, в интернете, может, посмотреть. Говорит, заходите, короче, и купите сыр вкусный. Я помню, мои друзья, которые в 2005-м ко мне приезжали из Москвы, они вот специально покупали себе домой в Москву сыр Углический. Ну, и кто местный, кто такой же слоупок, как я, тоже советует такой магазин. Всем спасибо за просмотр. Ну, и прощевайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok